Творение святого Ефрема Сирена Надгробные песнопения 3 стр. 473 на кончину подвижника В день смерти радуются только праведные, Которые в напуте себе приобрели дела праведные И не брачные одежды. Блажен Ты, Отец наш, Труды Твои ожидают Тебя в нескончаемой жизни, В неприходящем мире в обители радостей. Обетование Твое, Господи, да утешает того, Кто, нося горькая ига смертных, Искал облегчения в приятном иге Господа своего. В чертоге Твоем, Господи, возвесели того, Кто в душе своей посеял мудрое бдение И к молитве присоединял добровольный пост. В чертоге Твоем возвесели того, Кто непрестанно плакал день и ночь, В уповании достигнуть этого чертога радости. Перед очами Его было всегда зеркало истины, Красота которой сокрыта. Но, как знал Он, при конце откроется Ему среди ангелов. Перед очами своими всякий день имел Он правду Твою. И осуждал сам себя, страшась Твоего суда. Оправдай его в день суда Твоего. Душа Его непрестанно изливалась в молитве, От всегдашних слез померкали Его глаза. Да явится Он во славе Твоей. Ежедневно постился Он сугубым постом, Воздерживаясь от пищи и воздерживаясь от беззакония. Возвесели Его в чертоге Твоем. На кончину Иерея Пришла смерть и отъяло у нас член. В меру будем плакать и без меры радоваться, Потому что взятый у нас переселен в Эдем. Истинный сей Иерей украшался и сиял Твоей любовью, Которая есть исполнение закона. Истина Твоя да защитит его. Телесные члены Его изнемогли от поста. Даруй, Господи, Ему вечную крепость. Веди его в вечный Твой свет. Умолкла цевница, Которая стаду Твоему спаситель наш Возглашала и возвещала словеса Духа Святого. Да огласит он чертог Твой. Умолкла громкая цевница, Возглашавшая закон Твой безмолвною, Сделала ее смерть. Да возгремит она на брачной вечере Твоей. Ты сподобил его священодействовать Вместе славы и преподавать святую кровь Твою стаду Твоему. Да испеет ее на брачной вечере Твоей. И сам он привержен был к истине, И другим возвещал правое учение. Да защитит его истина Твоя. Да покроет его правое учение Твое В час откровения Твоего. Устал его воспевали духовные песни. В посте и молитве подвязался он. Да сподобится царство Твоего И да восхвалит Тебя вместе с праведными. С тем же упованием, Какое имели святые от века, Усердно трудился он для успокоения скорбящих. Да упокоится же в пристани Твоей. Хвала Тебе, Господи, Слава Отцу Твоему, Поклонение и прославление Святому Духу во все времена. Аминь. Пятое. На кончину старца-подвижника. Вот славный старец, Святой Девственник, Который сохранил непорочность, Соблюл девство неукоризненным, Благоговение неурекаемым, Смирение не превозносился, Начальствуя не предавался гордости. Вот старец, Который подобно Моисею Облечен был благодать и примирение, Молитвами своими мог ограждать От потребления. Когда воссиял свет его, Тогда и до наших стран Простерлись лучи его, Добродетели его, как ученики, Явились в стране нашей. О славном старце будем говорить одно славное, Потому что достоинством он выше И низших, и средних. Как мы совершенны в левых, Так он совершен в правых. С ним достанем и мы, Господи, Одеснуя Тебя. Можно ли кому вполне изобразить Словом сокровищницу дел И побед того, кто потил и упокоился, Но в молчании своем превосходит Красноречием веки, И чье сокровище недоступно Охранителям онова. Богатство Отца нашего Выше Слова Моего. Сам Бог, Который видел двоякую брань его, Явную, в которой сражался с миром, И сокровенную, Который боролся с самим собою, Видел победы его и над тем, Что вне его И над тем, что внутри его. Бог додаст мне сокровища своих, Чтобы соплести ему венец Слова, равный добродетелям его. Чей язык И как прославить победителя В такой мере, В какой прославляет его самый венец. Только собственные его слова, Его слава Может достаточно возвестить О победе его. Дело его выше слова, Деяние его выше повествования. День кончины его был Таков же, как и день начинания. От начала до конца Не прекращалась молитва его. В самый час смерти Не прервалась молитвенная нить. И тогда молитва, как жертва, Возносилась из уст его. Помолитесь и о мне, Все возлюбленные мои, Потому что весьма велика Сила молитвы, Приносимой многими с любовью. И молитве многочисленного сонма Внемлет Господь сонма. И ты, Отец наш, Помолись о мне, Да возвеселюсь и воспою Хвалу тому, Кто избрал тебя. 6. На кончину старца-подвижника Как Илья в пустыне Прославил ты юность Свою безмолвием, Как Моисей кротости Соблюл ты старость свою, Благословен, Сохранивший юность твою, Возвелишивший и прославивший Венец старости твоей. Ты упадал соученикам Сына Божия, Которые не собирали себе Тленного богатства. С них взял ты пример, Чтобы ничего не приобретать На земле, И тем благоугодил Христу И возрадуешься с Ним В чертоге радостей. Как любовь Давида Кианафану Совершенно и полна была Любовь твоя, Потому что всегда принимал Ты и близких, и дальних, И как праведный мир Он осыщал алчущих, Упокаивал скорбящих. Плотское возделение Не обладало прекрасным телом Твоего целомудрия, Потому что в душе твоей И в членах твоих обитал Дух Святой. За сие приемлешь венец от Бога, Которому служил ты. Время старости твоей Достигло упокоения от трудов. Блаженствует праведный дух твой, К нему не приближается страх. Враг удаляется от тебя, Он в посрамлении, Твоя победа. Возлюбленным и целомудренным Сынам старца сего Прилично собраться вместе И горько плакать об отце своем, Хотя радует их брачный пир его, Но прискорбно для них то, Что лишились беседы с ним. Устать человеческий не в силах Изобразить победы твои. При всей продолжительности лет твоих Лукавый не уловил тебя в старости, От юности до старости Не было в тебе порока. И в юности и в старости своей Препобеждал ты возделение плоти, В юности побеждал ты, Как Иосиф в ложнице, В старости побеждал сокровенные силы Того, что подкреплял тебя на подвиги. Плоть твоя носила на себе Бремя трудов, бдения, пост и молитву, А душа твоя обличена была в светлость, Какую любят и какую славятся праведники. Надежда, любовь и вера до гроба Сопровождали тебя, блаженный. День смерти твоей почтил и прославил Бог, Потому что ныне окончился подвиг Борьбы твоей с сопротивником, А отныне память твоя будет Со святыми и праведными, Которые прославлены. Праведен тот, кому служил ты. Он воздаст тебе полную награду, Как обетовал в Евангелии Своем делателем, Трудившимся в винограднике его. С ним войдут чертов те, Которые возненавидели мир И пышность его. Семь. На кончину епископа. У кого, возлюбленные мои, достанет сил Составить плачевную песню, Чье сердце терпеливо перенесет скорбь О смерти святого. Такое слово, какой язык изобразят Печаль об утрате иерея. От великого ужаса умолкает Жалобный глаз. Кто в состоянии изречь слова? Если царь умирает в стане, Или во время войны Незвожна тогда его рать, И стан разорен. Что будет делать град наш? Иерей его скончался ныне. Кто понимает сие тому великое горе, Потому что рушилась наша ограда? Пал в столб, который держал на себе Тяжесть всего служения. Угасный несветильник, Который во всякое время Изливал на нас свет свой. Спала с нас лучшая диадема, Превосходнейшее украшение нашего венца. Смерть постигла врача наших душ И отняла у нас возможность Пользоваться врачествами его. Царь и пророк Давид сказал В пророческой книге своей Честна пред Господом Смерть преподобных его. Псалом 115.6 Если же смерть праведных людей Честна пред очами Господа, Кто из нас, грешников, Удержится теперь от слез? Смерть похитила ныне пастыря Из среды его паствы. Защити, Христе, нас беззащитных, Потому что пала ныне наша ограда. Будь хранителем нашего стана, Вождь наш пал во брани. Подобно волку пришла смерть, Вторглась в нашу паству, И оставив всех прочих, Похитила из нее одного пастыря. Болезненно и с глубокой скорбью Плачут и овцы, и пастыри, Потому что смерть разлучила Ныне паству с ее архипастырем. Великий плач сотворил царь Давид Об Авенире, И царь и служители его оплакивали Этого вождя видимые раки. Восплачем же и воздохнем ныне и мы. Пусть душа наша возложит на себя Бремя скорби, Потому что ныне пал у нас Духовный вождь. Плакал пророк, Солгавший другу своему, Когда тот приступил данную ему заповедь. Третье царство, 13-30. Кто же не будет плакать и рыдать Об Иерее, который служение свое Проходил свято. Тот прозорливец горько рыдал, А другие сослужители отдал ему гроб свой, И сам нашел в нем убежище, И спасся от гибели. Да позаботится же каждый, Как спасти ему душу свою От грядущего гнева. Иосифовы кости служили Высокой оградой для израильского стана, И священная власть, Какой был ты облечен, Да будет оплотом для нашей страны. Города и селения для защиты их Обносят стенами, А охранители христианских обществ Священные Иереи. Поскольку для нашего сонма умолк глаз твой, То да изливается на нас обильно Твои благословения. Поскольку лишены мы Твоего лицезрения, То и досияет у нас имя Твое. Сирами нас оставил Ты, Отец наш, Да будет же нам, Матери, молитва Твоя, Да и да оградит души наши, Всехвальная Троица. Блажен Ты, Отец, Ты миновал уже эту область страха и ужаса, Ладья Твоя вступила ныне в пристань полной тишины. Как драгоценная жемчужина, Вложенная в венец Царю Христу, Будет душа Твоя принята в Царство. На тот святой жертвенник, Которому свято и благоговейно служил Ты, Да восходит и от века и до века Да прославляется на нем память Твоя. Отец и сын и святой дух, Свято исповеданный Тобою, Отец, да успокоит дух Твой в стране, Недоступный страху. 8. На кончину епископа. 9. Дивное нечто, выслушайте, братья, Горько плащет церковь, Воздыхает и рыдает, Потому что разлучился с нею блаженный. 10. Отчего умол голос Твой, Ободрявший скорбящих? 11. Кто дуновением своим угасил Ярко горевший светильник? 12. Отчего умол голос Твой, Ободрявший скорбящих? 13. Другие церкви приходят И утешают церковь нашу, Говоря, не скорби, сестра наша, Что разлучился он с Тобою, А хранениями ему молитва Твоя. 14. Во время служения Твоего, Смиренный, кроткий, Несказанно возлюбивший меня, Украшал Ты меня Своей бдительностью и неусыпностью. 15. Да возвеселит за меня Любовь Твоя, Да не проливает слез, И да не скорбят чада Твои, Святая и вполне подобная Почившему Дева, Прославляй лучше того, Кто избрал его. 15. Многим известен он был, Многие знали кротость его. 16. Известно, что нет у тебя Другой ему подобной главы, Да подкрепит тебя сила его. 16. Силен, кроток и праведен был Моисея, и нет уже его, И он вкусил смерть. 17. Не скорби и ты об отце нашем. 18. Окружили меня внезапно и неразлучно Стали со мной страхи и ужасы, Ибо вот передо мной и бездыханное тело Сына и жениха моего. 18. Как мне утешиться! 19. Раскрой Давидову книгу и читай, Давид утешает тебя, говоря, Честна пред Господом смерть преподобных его. 20. Благословен, кто избирает их. 21. Вот опустили домы мои, В них плачут сыны мои, И кто не будет плакать? 22. Жизнь удалилась, пришла смерть, И я остаюсь бесплодной, Бесплодной вдовою. 23. Не препятствуйте теперь мне Приблизиться к ложу его, Пока не сошел он в шоол, И не лишилась я лицезрения его. 24. Смотри на Моисея и утешься, Без слез погребает она Аарона. 25. Словословь и ты подобна ему. 26. Смерть похитила украшения чад моих, Сняла венец с головы моей, Оставила меня в сетовании. 27. Ты утешь меня, Господи. 28. Придет утешить тебя Иисус, Единородный Сын, Ибо пред Ним предстоят все святые И умоляют о щедротах к Тебе. 29. Да плачут о мне все обители, Потому что чадо мои сделались ныне сиротами, А я стала бесплодной. 30. Да защитит меня, милосердие Твое, Господи! 31. Довольно плакать Тебе, верная обитель, И Иерей хочет Тебе сказать Тебе, Не плачь о мне. 31. Не без плодов оставил я Тебя, Не о чем скорбеть Тебе. 32. В обителях Твоих есть непорочные и святые, Они утешат Тебя. 32. Не оставь меня, Господи! 33. Не стало у меня главы! 34. Явятся во мне расколы, Рассеются чадо мои! 35. Ты, Господи, помоги мне! 36. Когда сонмы сынов моих предстоят на служение, Как не плакать им о том, что пал глава их! 36. Ты, Господи, будь главою их! 37. Когда сонмы и соборы духов издадутся, 38. Тогда и для Тебя воссияет свет, 39. И ты возрадуешься в день, Которому не будет конца! 39. В жилище своем да вострепещет смерть, Нанесшая мне этот удар! 40. Колеблются ноги мои! 40. Не стало у меня опоры моей! 41. Ты, Господи, утешь меня! 41. Девять на кончину Иерея! 41. Поминайте меня, братья и возлюбленные мои, 42. И ради Бога, разлучившего меня с вами! 42. Когда сонм ваш предстоит на служении, 43. Да приедет молитва ваша, и отресет прах от очей моих, 44. И восстану и прославлю воскрешающего мертвых! 44. Солнце, правда, воссияет в Шеоле, 45. Разгонит мрак смерти, и меня изведет из нее, 45. Как от сна воспрянут спящие во гробах, 45. И вознесут хвалу возвеселившему их! 45. Горе ленивым, горе тем, которые, подобно мне, 46. Проводили время в беспечности! 47. Горе в тот день, когда мздо-воздаятель 47. Будет раздавать награды, и всякий по трудам своим 48. Наследует и получит, что должно! 48. Будь милостив к молению моему, как к разбойнику на кресте! 49. На проложенный стал я путь, 50. Чтобы идти в обитель живых, в ту страну, где праведный получает награду за труды свои, 51. Где положено наградой воздаяние за свои скорби, 52. Там под крылами молитв твоих да укроемся и мы! 52. В стране радости, где обитают подобные тебе праведники, 52. Где нет страха, сетвания и ужаса, оттуда отбежет болезнь, печаль и воздыхание. 53. Там, сын царёв, удостой меня узреть лицо твоё! 54. Не приготовлял я себе крыл от юности своей, а когда нет у меня лёгких крыл, что мне делать? 55. В море пламени должен перейти я, как перелечу и минуя его. 55. Крыла молитвы, которые легче воздуха, и крыла ангелов, с которыми в чинем ты, 56. Перенесут тебя в небесные пределы, куда не достигает дыхания огня и пламени. 56. Прощание умирающего Иерея с пастою. 57. Вижу, братья мои, что дни мои идут к концу, пролетели годы моей жизни. 57. Как проворные ловцы успешно идут за мною, готовые взять меня. 58. Знаю, что отхожу, не сомневаюсь, что из этой страны, в которой обитал, переселяюсь в другую страну для меня сокровенную. 58. Есть у меня намерение написать завещание скорби моей, тростью и чернилами начертать, что прилично ей. 59. Что у кого есть, то обыкновенные получают наследники после него. 60. Из того, что имею у себя, из того таланта, который верен был мне, и я дам. 61. И выделю каждому в наследство долю его. 61. Пока давший не приходил взыскать с меня талант, что мог, приобретал я им на пользу душ. 62. Приблизилось время жатвы, и меня пожнут, как колос. 63. Приблизилось время обираний винограда, и меня сорвут, как грозд. 63. Прошу возлюбленных моих, и заклиная знающих меня, помолитесь о мне с таким же сокрушением, с каким заклинаю вас. 64. Боюсь, чтобы мне, которого здесь почитали пшеницей, не стать там тернием, чтобы мне, который вместе с гроздами пил росу, не оказаться там пустою ягодою. 64. Да не угаснет там светильник мой, да не оскудеет пилей на свечнике моем. 65. Пред сонмами светорисов, да не буду облечен в гнусные одежды. 65. Вот отхожу я, переселяюсь из этого временного жилища, и не возвращусь к вам, не увижу более лица вашего. 65. Праведный Ио сказал на скорбном гноище, если человек сойдет в Аад, то уже не выйдет и не возвратится в свой дом. 66. И места его не познает уже его. Ио 7.9. И не оттрясет он с себя сна своего до того времени, как разорится небо и земля. 67. Тогда восстанут спящие из безмолвного ложа в Шеоле, на котором лежали и покойлись тела их. 68. Купец, отправляясь в путь, думает, когда возвратится домой. 69. Земледелий, спасеев, смотрит и ждет, когда будет сжать. 69. Но я, братья, знаю, что душа моя до дня воскресенья не возвратится в тело, 70. И не облечется в эту нарядную ризу. 70. Не скорблю о том, что отхожу, через это избегая грехов. 71. И то полезно грешнику, что прекращается жизнь его на земле. 72. Через это, не приобретая выгод, не увеличивает он и потерь своих. 73. Сколько воздыханий в час смерти, которое разлучает братьев с братьями, 73. Друзей с друзьями, родителей с детьми, пастырей с пасомами, учеников с учителями. 74. Учеником и учителем всех был я. 75. Поминайте меня в молитвах своих, владыки и отцы мои. 76. Поминайте в тот час, когда раздробляется святое. 76. Всякой скверны был я причастен. 76. Однако же в правой вере не примешивал ни чистого, и на ниве веры не посевал я плевел. 77. Не положено мною пятна на Евангелии Царя Христа. 78. Во все дни жизни моей не сомневался я во всемогуществе Троицы. 79. Не питал в себе дерзких мыслей против того, кто сотворил меня. 79. Столько прекрасным. 79. Не входил умом своим в исследование об отце, и в помышлении своем не хулил сына. 79. Не возникала во мне нечестивая мысль сомневаться о Духе Святом. 80. Благоговил я пред именами Святой Троицы. 80. Равно чтил отца и сына и Святого Духа. 81. Унизит ли солнце слепой, который стоит и порицает его? 81. И славу Божества, которое превыше всего, уменьшит ли пытливый исследователь? 81. По срамлению слепого достаточно того, что слепота стала его путеводителем. 81. И по срамлению пытливого исследователя достаточно того, что дерзко говорит он о Творце своем. 82. Прошу всех вас, помолиться, чтобы Господь явил мне щедроты свои на суде. 83. Тем, которые вынесут тело мое и почтят меня ради священства, да даст Господь наш по милосердию своему возрадоваться наконец в чертоге. 84. Вас же, братья мои возлюбленные, и весь церковный сон, слезу заклинаю разлучившим меня с вами Богом, когда стоите на молитве, поминать и меня собою. 85. Молите и просите Господа нашего, чтобы помиловал он меня в день пришествия своего, и по милосердию своему простил мне грехи, какие соделал я пред ним. 86. Иди, брат наш, и не скорби, что смерть разлучает тебя сонмом нашим. 87. Господь твой, который берет тебя у нас, вселит тебя во свете вместе с праведными. 87. Тебя ожидают сонмы братьев твоих, потивших прежде тебя. 88. Тебя ждут лики отцов твоих, предваривших тебя отшествием. 89. Ты отходишь, соединяешься с ангелами, и в их сонмах будешь воспевать хвалу, а среди нас уста твои прекратили свое служение и умолкли. 89. Служение духов немолчно будут раздаваться хвалебные звуки песней твоих и сладкогласия словесной цевницы твоей, которой не стало слышно в наших собраниях. 90. С нами горнего неба соединишься ты, и с нами воспоешь хвалу. 91. Ноги твои, оставив дом Господа твоего, разлучившего тебя с нами, обретут радость и веселье в обители радостей. 91. Радость и скорбь причиняет нам день разлучения твоего с нами. 91. Скорбь о том, что разлучаешься ты с нами, и радость о том, что отходишь ты в чертог света, приселяешься к праведным и соединяешься с ними. 91. Когда посмотрим и не увидим тебя с нами, обличемся скорби и горестью, а когда представим, что ты в чертоге, возрадуемся и возвеселится дух наш. 92. Все мы приносим молитву общему Господу Богу, чтобы вселил тебя в блаженную обитель, и нам был стеною и оружием. 93. Молим, чтобы тебя ввел в рай, а нас сохранил в Святой Церкви, да от мертвых и от живых во все роды возносится хвала тебе, Господи. 11. На смерть пастыря церкви, скончавшегося в молодости. 12. Смерть для праведных пристань, в ней упокоиваются они от трудов своих, чтобы сокровища их не подвергались уже расхищению в борьбе с лукавым. 13. Смерть упования святым, которые изнуряли себя трудами и подвигами, прилежно изучая послания, писания Святого Духа, пребывая в бдении, посте и молитве. 14. Блажена смерть святых, они почитают ее сном и не боятся ее владычества, потому что ожидают награды за труды свои. 15. Честна пред Господом всяческих смерть Твоя, приселение Твое возделено горним. 16. Светло радуются сонмы духов, потому что душа Твоя веселится и вселяется с ними. 16. Смерть Твоя человечеству Твоему послужила ладьею, переходом, мостом. 17. Это гладкий путь, которым можно ему шествовать без искушений и болезней. 18. Отшествие Твое, Отец, наш для нас, исполнено скорби и печали, и дальние и близние, приведено в удивление и изумлено переселением Твоим. 19. Велика печаль для знающих Тебя. 20. Горестно скорбь для любящих Тебя, как скоро увидели, что разлучился Ты с ними, и умолк глаз сладкопений Твоих. 21. Где найдется такой источник, так обильно изливающий священное сокровище? 22. Где такой сладкий кладезь учения, какое источали святые уста Твои? 22. Умолкла сладкозвучная цевница Твоя, горькая смерть наложила на нее молчание. 23. Она повернута в обитель мертвых и покрылась паутинной тканью. 24. Истяг поток сокровищ, угасло светение Твоего светильника, как тать вторглась смерть и похитила Елейса с лишняка. 25. Ускорили упаявшие Тебя, уранил день Твоей кончины, рана взяла Тебя смерть из среды живых и вчинилась мертвыми. 26. Полная сокровищ палата, высокий столб благодати. 27. Кто испроверг крепкие стены Твои, кто расторг твердые затворы Твои? 28. Многоплодный, милый, исполненный приятности сад. 29. Кто обратил Тебя в бесплодную пустыню? 30. Кто запалил Твои ограждения? 31. Корабль, носившийся по волнам, нагруженный сокровищами мудрости. 31. Кто окрал великое богатство Твое? 31. Кто сокрушил славу Твою? 32. Тебя, добрая пристань, надежные прибежища для утомленных, возмутили волны и бури, воздвигнутые смертью. 33. На этот венок, сияющий всеми красотами, убранный разнообразием всяких цветов, 34. Подула могучая смерть и увяла вся красота цветов. 34. Кто иссушил для нас поток Твой, о источник сокровищ спасения? 35. Кто похитил у нас приобретение Твое, дающее богатую лихву, талант? 36. Кто отряд богатства плодов Твоих, о древо пленяющее взоры? 37. Ты – великая сокровищница мудрости, ты – хранилище святыни, ты – столб и украшение нашей Церкви. 38. Кто пригодил поток Твоего слова, труба пророческая, проповедник апостолов? 39. Ты – уста обоих заветов, изъяснявшая некогда словеса Духа, возвещавшая нам новую жизнь. 40. О земледелатель, понесший тяжкие труды, о делатель-виноградники человечества, собравший богатые приобретения. 40. Вот вины, милые возделанные Тобой, исполнены скорби и плачут о Тебе. 41. О избранник Евангелия, свет земли, кто угасил светильник Твой? 42. Кто положил конец трудам Твоих подвигов? 43. Ты – добрый и мудрый наследник, непоколебимо охранявший свое богатство и свои сокровища среди волнений и бурь язычества. 44. Горь не вступают в состязания с дольными, облекаясь и воспоминившись ревностью и с торжеством вводят тебя в ряды свои. 45. Двенадцать размышлений о воскресении и о суде. 45. Слышал я, что есть воскресение. 46. Видел, что в Шаоле остаются не навсегда. 47. Видел и слышал, братья, что по воскресении будет суд. 48. Содрогнулся я, и ужас объял меня, когда воспоминал вины и грехи свои. 49. Если постигнет меня суд, то лучше было бы мне не появляться в мир. 50. Если искусит меня огонь, что делать мне в сену, если и здешняя жизнь прискорбна, и там страшный суд? 51. Какая мне польза от жизни? И что постигнет меня по воскресении? 52. Если судья правосуден, то нет у него лицеприятия к злым. 53. Если сильны его воинства, то наказывать будут без милосердия. 54. Если в руках их пламенный меч, то поразят и тело, и душу. 54. Если там обнаружено будет и сокровенное, то в какой стране сокроюсь? 55. Если будут исследованы и малейшие движения сердца, то может ли кто устоять на суде? 55. Если облечен будет каждый взгляд отчей, то оправдится ли кто из рожденных? 55. Если за всякое слово потребуется отчет, то найдется ли кто, не согрешивший в слове? 56. Если и здесь нет чистого между людьми, то там окажется ли кто совершенным? 57. Если нет там щедрот, то лучше было бы мне не родиться. 57. Если подвергнутся исследованию вины юности моей, то не принесет мне пользы покаяния старости моей. 58. Если вержен буду во тьму, то к чему послужат молитвы мои? 59. Если воскресну на мучение, то оставлен буду в Шаоле. 59. И как слышал я в притче о богатом и нищем, в стране твоей не дадут ни капли воды с конца перста. 60. Не будет там милости грешникам, и на такое краткое время, какое нужно глазу для мановения. 61. Не будет там лицеприятия к злым, и на такое краткое время, какое нужно птице, чтобы поднять крылья для полета. 62. Каждый за дела свои получит в наследие, что следует ему. 63. Кто ясно покажет мне страну эту? Какова она? 64. Если не ужасает меня слух о ней, то, может быть, устрашил бы меня ее вид? 64. Кто, хотя издали покажет мне жилища нечестивых, и, подобно Иеремии, покаясь в грехах своих, и скажу, увы. 65. Кто покажет мне обители и жилища святых, и в раскаянии буду плакать сам о себе, потому что собственная воля моя лишила меня этих обителей? 65. Не приемлются там молитва и моления, неблагоугодны там слезы, никто не склоняет к помилованию. 66. Не одинаковый роды гиенских мучений. 67. Одних вергают в преисподнюю, других отводят во тьму. 67. Иные остаются вне врата, другие осуждаются собственной своей совестью. 68. Одни вергаются в узы, другие горят в пламени. 69. У одних связаны руки, другие скованы по ногам. 69. Одних пожирает червь, другие гибнут в глубине бездны. 69. Иных не приемлет отец, других не исповедует сын. 69. Если в таковым буду и я причем, то прокляты богатства и покои. 70. Если в числе таковых буду и я, то прокляты власть и почести. 70. Если здешняя жизнь прискорбна, бедственна, презренна, низкость и там, страшный суд, черь в огонь и тьма, то какая польза восстать мне из гроба и воскреснуть? 71. Там место таким приговорам, которые неотменяемы. 72. Определение суда этого не приложено, и цари не могут того нарушить. 73. Ни свет там не омрачится, ни тьма там не озарится, не прекратятся тамошние хвалы и не умолкнет тамошний плач. 74. Ни блаженство тамошнее не оскудеет, ни посрамление тамошнее не кончится. 75. Там свет объемлет праведных и пламени нечестивых. 75. Там жажды и голод роскошным, блаженство и жизнь постникам, огненный меч нечестивым и светлая риза победителям. 76. В каком велелепии явятся благочестивые в день воскресенья? 77. В каком велелепии предстанут праведные в час увенчания их? 78. Как возвысится глаз их, когда услышат они глаз трубы? 79. Как ускорится полет их, когда увидят они райскую дверь? 79. Как светло будут лица их, когда восстанут они из гробов своих? 80. В каком велелепии явятся мученики, когда покажут язвы на телах своих? 80. Как горе к стоящим слева будет тот час, когда услышат они 80. Идите от меня, проклятые, в огонь, в гиенную и в муку. 81. Что буду делать, братья мои, в этот час столь ужасные для меня? 81. Обращусь и пойду в ад, потому что ведущий ведущий меня не отпустит меня. 81. Желал бы уйти и прибегать ко святым, но не дозволят мне правда. 82. Притек бы к праведным, но не дозволят мне ангелы. 83. Желал бы приблизиться хотя к дверям, но меня отгонят, как скоро увидят приближающимся. 84. Горе мне, как скоро, воспомяну там все прегрешения свои. 85. Все тайны мои будут обнаружены там перед ангелами и человеками. 86. Предстану на суд подвергнуть истязаниям, которым нет конца. 87. И буду мучиться непрестанно и вечно. 87. Не сопровождая человека и мущество его в час смерти, 88. Все, что приобрел человек, отходит и исчезает при дверях гроба. 88. Славные и могущественные до двери только гроба. 89. И хищники, и грабители до двери также гроба. 89. До двери гроба и невежды и мудрые. 90. До двери гроба и учители, и ученики. 91. А там, за гробом, весы правды. 91. Там не различаются ни степени, ни достоинства. 92. Ни у царей, ни от венцов, ни у судей их отличий. 92. Судьи осуждаются, а осужденные ими во славе. 93. Богатые просят себе воды, а убогие избыточествуют всеми благами. 94. Славные земли во пламени, а униженные здесь чертоги света. 94. Во пламени облегшиеся в шелковые ризы, и в царстве облегшиеся во вретище. 95. Нечестивые в муках, каким подверглись они, возведут отчество, и, видя, что добрые в царстве и в райской славе, скорбным глазом воззовут к ним, прося и умоляя их. 95. Как Аврааму взывал и умолял его богатый. 96. Так праведникам слышны будут вопли нечестивых в гиенниях. 97. Нечестивые скажут им, умилосердитесь над нами, умолитесь за нас, Бога, хотя на одно краткое мгновение времени прекратить наше мучение. 97. Но это вопль отчаяния, который не доставляет утешения. 98. Это моление, которое, хотя и громогласно, но не приносит помощи. 98. Каждому определенно свое, по мере того, что сделано им. 99. Нет правды остаться там в презрении добрым. 99. Ни с чем не сообразно покоиться там нечестивым, неприличным и ограбившим мучиться вместе. 99. Желал бы знать, братья мои, в какую страну пойду я, к какому причтут меня сонму и в каком поставят меня чине. 99. Если должен был и с грешниками идти в огонь и в мучение, то напрасно и жертвы, и моления мои, и слова, и молитвы мои ни к чему. 99. Не поставь меня, Господи, с лукавыми, исповедуй меня, Господи, как и я исповедовал Тебя. 99. Не поставь меня слева, потому что не был я другом сатаны. 100. Тебя воспевал я глазом своим, да не вознесутся же вопли мои из пламени. 100. Тебя словословил я в ночи, да не буду же вопиять во тьме. 100. Не причти к неверным меня, умолявшего Тебя вместе с кающимися. 100. Не причти к распинателям своим меня, в кресте Твоем находившего свое прибежище. 100. Знаю, что виновен я, ибо чист Ты один, а всякий облеченный плотью опутан и связан грехами. 101. Если бы не было этого, и Ты не облегся бы в нашу плоть, пощади тело и душу, потому что с плотью нашей срастворена Твоя плоть. 101. Дух Твой влиян в наш дух, ибо вот на теле нашем крещение Твое, в составе нашем животворящая плоть Твоя, Твоя, Господи, есть в нас часть. 101. Да не будем же достоянием пламени. Если благодати Твоей будет благоугодна, вся виновность наша сделается как тень. 101. Человек не может избавления от суда Твоего искать в другом месте, в другом суде. 101. Нет судьи выше Тебя, к которому бы можно было прибегнуть. 101. Кто обижен, тот прибегает к суду цареву, и если оправдает его царь, то кому кто обвинит? 102. Кому обвинять? Кого и Бог оправдал, тому не сделает вреда человек. 103. Последний суд такой же, как и тот первый, на котором за преступного Адама понесла проклятие земля, и терпит наказание за Адама земля, за виновных сатана. 103. И на последнем суде сатана и воинство его наследует огонь, а грешники – милосердие и щедроты. 104. Изначало уготована сатане огонь, а виновным человеком – щедроты, изливающиеся на них до конца. 105. Не будь же не милосердный, многомилостивый Господи Боже! 105. Сын Твой нарек к Тебе истинное имя, наименовал одного Тебя благим. 106. Да не пристанет забыть истинным слово разденного Тобой, и да не утаится от нас имя Твое благий. 107. Яви, Господи, благость Твою бедным и милосердие Твое виновным. 118. Не смотри в книги беззаконий наших, и не напоминай нам скверн наших. 118. Ту руку, которая принимала часть Святого Тела Твоего, не ввергай в огонь вместе с рукой, 119. Которая Тебя, Творца Своего, ударила полоники. 119. Уста, вкушавшая плоть Твою, да не рыдает вместе с устами, заплевавшими Тебя в лицо. 119. Не вновь Тебе, Господи, творить меня. Однажды только сотворил Ты нас. 111. Не возвратимся мы сюда в другой раз, потому что исход наш навеки. 111. Если были мы беспечны и не покаялись, сам Себя за всех нас умилостиви, Господи. 121. Чтители Твои, да не будут причислены к чтившим идолов, пришествии нашим из гроба, да встретит нас милосердие Твое, Господи. 131. О том помышляет Дух мой, чтобы в Тебе иметь все упование свое, потому что во дни и в ночи Ты, Боже, прибежище мое. 142. Да не поникнет глава моя на суде, о судья и судья судей, да не посмеется надо мной гиенно, желанием да не вожделевает она членов моих. 153. Обрати меня, да обращусь к познанию Тебя, да прибегну к Тебе, и Тобой буду оправдан, и избавлюсь от гиенны по щедротам Твоей благости. 153. На кончину диакона. 164. Вот отошел член нашей сей мятежной обители в обитель мирного света. 164. Будем молиться при отшествии Его, да помилует Его, взявший Его. 165. Благоустроенный в видимом, непорочный в сокровенном, исполненный мир и любви к братьям Своим, да возвеселится Он в чертоге Твоем. 175. Очи Его, которые бодрствовали в предстоянии пред Тобой, проливали слезы во время молитвы и умоляли о грехах Его, да узрят милосердие Твое. 186. Ты исподобил Его быть служителем во святилище и раздавать плоти кров Твою пастве Твоей, упаси же Его собцами Твоими. 187. Приветлив и любвеобилен Он был к братьям, в любящем сердце Его горела любовь к странникам, причти же Его к возлюбленным Твоим. 188. Любил Он читать словеса учения Твоего, любил внимать глаголом Духа, да услышит же Он глаз трубы. 199. Дивился и изумевал Он перед богатством глаголов Твоих, сердце Его озарено было словесами Духа Святого, соедини же Его с славными Твоими. 209. Презирал Он удовольствие, не брег о покое, да упокоиться же на вечере Твоей вместе с возлюбившими Тебя праведниками, и да насладиться во свете Твоем. 149. Торжественной песней на кончину праведников. 159. Благословен, призывающий приисных своих по любви своей, на вечере нетленной жизни. 159. Путем смерти потекла мысль моя во след праведников, и к удивлению увидел я сокрытое в них обетование жизни. 169. Обетование жизни даровал Спаситель наш приемлющим Его. 161. И с этим обетованием снизошла благодать Его, и вселилась в рабах Его. 171. В горнее царство обетовал Он приемлющим Его, и исполнением обетования здесь еще предварил будущее. 172. Обетованием Своим вселил Он силу Свою в приявших Его, и соделал их источником жизни посреди смертных. 183. Освятились они силою дара Его, и мир от трудовых впустил сладости жизни. 184. Господь вселенной посреди смертных основал горнее царство, и в смертных показал подобие горних ангелов. 194. Подобие ангелов носят на себе святые в церкви, и как граждане небесные служат Богу среди земнородных. 205. В неутомимой борьбе преодолевают они плоские похоти, и тело свое по воле Господа своего соделывают сосудом святыни. 215. Душевные силы направляют они к духовным созерцаниям, и соделываются обителью Бога всяческих, чтобы в них почивал Он. 216. Если должен удивляться, кто имеет разум и действительно дивится, то кого будет прославлять Он, как должно за такое чудо? 226. Чему должен удивляться Он? Кому ли что соделались они сосудами святости или милосердию, какое Бог всяческих, являет к рабам Своим? 237. Всякая хвала подобает любви Его к рабам Его, ибо и во всем, все и во всем доблагословляет славу Величества Его. 248. Ради человеков снизошла благодать Его в обитель праведных, чтобы всем разделить спасительные дары Его, какие сообщает Он рабам Своим. 259. На путь жизни привела любовь Его таинников Своих. Святые достигли обетований среди обуреваний плоти. 269. Блили они истину, хранили порядок, исполняли должное, и во имя истины упокоились в пристани от житейских колобратностей. 269. Воследствии текла глумящаяся мысль моя, и увидел я смерть, которая давно уже умершлена, и стала как бы ничто. 279. И сказал я ей, где твое жало, все пожирающее? Вот и память твоя исчезла среди смертных. 289. Смерть молча отвечала вопросившему ее, оставайтесь с миром смертные, владышество мое кончилось. 291. Адамов грек продлил смерть в сынах человеческих, а теперь естество смертных оправдано, и смерть умершлена. 301. Так молча, не произнося слова, сказала смерть, в действительности же не свойственно ей ни говорить, ни молчать. 311. Через осуждение грешников получила она себе имя, и как скоро естество смертных стало оправдано, она прекратилась. 311. Господь вселенной страшно угрожал всем именем смерти, и ужас ее для того простер на смертных, чтобы больше они не грешили. 322. Человеку дана была жизнь, подобной вечной жизни, и с ней приял он любовь к жизни и ненависть к смерти. 332. Сих двух стражей даровала человеку всемощная сила, снабдившая его жизнью, чтобы с их помощью охранял он благо жизни от противников. 343. Из любви к жизни обнаруживает он в себе любовь к своей жизни. 354. И сколько должно благодарить подателя жизни, снабдившего его жизнью. 364. Страх смерти удерживает его в стремлении ко греху, потому что через грех утратил он жизнь, которая для него так вожделена. 364. Таково всепремудрое распоряжение всеустрояющего дать испытать жизнь здесь, чтобы возвысить дар свой. 374. Любовь его даровала нам жизнь, никогда не прекращающаяся, и временная смерть прерывает ее только ненадолго. 385. Для упокоения и безмолвия концом жизни назначил он смерть, а потом дарует бесконечную жизнь и вечную свободу. 395. По его мановению одна жизнь меняется на другую действием смерти, чтобы через испытание еще более возвысилось достоинство его дара. 396. С такой же премудростью всеустрояющий распорядил все, что не сделал, 406. Чтобы посредством всего, что сделано им, всех привести к познанию его. 407. Страх смертный вложил Творец в грешников, чтобы ради смерти возненавидели люди грех. 418. И грех и смерть отъял от смертных Господь всяческих. 418. И род человеческий не работает уже державе смерти. 429. И вот доказательство этому представлено на земле во святых, а вечность подтвердит сие покоем, исполненным блаженству. 429. Нет плача в чертоге праведных, там нет воздыханий, там непрестанно песнопение, хвалы и вечное радование. 439. В пристани смерти праведные упокоеваются от утомительных страданий. 441. Смерть возводит их к обетованиям горнего царства. 451. Это горнее царство пребывает сокровенным в смерти сынов света, и каждому верующему изливается от них духовное питье. 461. Та вера, какую святые вмещали в членах своих из гробов, их обнаруживается во все времена. 471. Та любовь к истине, какую при жизни хранили они во плоти своей, из гробов их просеивает на пользу людям. 482. Источником жизни служат тела почивших святых, и мир – свидетель тех исцелений, какие совершаются от них повсюду. 493. Если же смерть почивших праведников производит уже ныне такие чудеса, то во сколько крат больше будет их слава, в какую облекутся они в день воскресения. 504. Благословен, кто по любви ко святым своим соделал, что одержали они победу в борьбе с плотью и прекрасному странству и своему положили конец в пристани жизни. 51. Благословен, кто даровал им благодать прибыть в истине во время жизни и дал силу вспомоществовать людям по смерти своей. 52. Благословен тот, чья любовь обильно изливается на смертных, и кто по милости к человеческому роду оживотворяет его новою жизнью. 53. Благословен, кто в умерших являет живым силу величия своего и призывает живых к благодати стать пристными его. 54. Благословен все оживитель, которые являют всем великое могущество любви своей, и твари никак не могут объять богатство щедрот его. 55. Благословен милосердый, который по благости своей животворит недостойных и нетленную жизнь дает мертвецам. 55. Благословен, кто все устрояет, все обновляет, всем правит, кто всякому являет свою силу, всю силу премудрости своей в живых и в мертвых. 55. Благословен Господь, которого рабы почивают сном, между тем, как прославляет он память их. 55. Пятнадцать. На кончину подвижника 56. Как горестно для нас кончина твоя! Весть о ней опечалила слух наш. Плач омрачил лицо наше, угнетает нас тяжкая скорбь. 56. В борьбе мы сами с собой, представляя страдания и победы твои. Сколько печалит нас страдания твое, столько радует победа твоя. 57. Тем только и утешается этот сон, собравшийся на погребение твое, что, слыша славу побед твоих, проливает горькие слезы. 58. Ты, небесный купец, приобрел у нас истинное богатство и, разлучившись с нами, достиг пристани жизни и радостей. 59. Ненасильный, как других, похитила тебя у нас смерть. 61. Сам все побеждающий Господь Бог послал всю пленяющую смерть. 61. Послал взять и похитить у нас того, кто служил нам зеркалом, и народ, взирая на него, украшался делами праведности. 62. Смерть внезапно угасила светильник, освещавший тех, которые во мраке. 63. Господь твой взял тебя у нас. Ты блажен, потому что упокоился от трудов своих. 63. Не о том плачем, что упокоился ты, ибо смерть праведных есть у покоения. 64. Напечалимся о себе самих, ибо лишились своего попечителя. 64. Ты блажен, потому что одержал победу и увенчан за бдение, пост и молитву. 64. Мы провидим уготованный для тебя чертог, ожидаем для тебя царство. 65. Ты высший из славных. Ты сообщник и друг совершенных. 66. Ты звезда между просиявшими. Ты добрый делатель среди тружеников. 66. Ты непорочный из подвижников. Твоя верность подобна Самуиловой. 67. Твоя нищета подобна Ильиной. Твоя нестяжательность подобна Елисеевой. 67. Ревность твоя подобна Матафииной. 68. Целомудрие твоя подобна Иосифову. 69. Кротость твоя подобна Моисеевой. 69. Духовным окон взирал ты на пророков и апостолов. 69. Их изображал в членах своих. Их напечатливал в себе. 70. Кто взирал на тебя, тот видел в тебе и их. 71. В тебе изображалось их целомудрие. 71. В тебе напечатлена была их непорочность. 72. Ты облечен был строгостью их жизни, припоясан их любовью. 72. Плоть твоя украшена была их постами. 73. И из поста твоего истекали молитвы твои. 73. Вдали учила молва о тебе. 74. Вблизи наставляли дела твои, и близним и дальним был ты зеркалом. 74. На тебя взирали все и украшались. 75. Труд твой собрал для тебя благо. 75. Попечительность твоя умножила твои сокровища. 75. Доставлял ты пользу дальним молвой о тебе, ближним делами твоими. 76. Неискусным помогало увещание твое, совершенным учение твое, падающим – подкрепление твое, падшим – пособие твое. 76. Утружденным полезно было ободрение твое, беспечным – вразумление твое. 77. Для всех служил ты образцом всяких добродетелей, чтобы видящие тебя подражали им. 77. Ты радовался, если кто уподоблялся тебе, скорбил, если кто не родил о всем. 78. Молился о том, чтобы всякий был подражателем добрых дел твоих. 79. Апостол, который был всем для всех, и тебя научил быть всем для всех. 80. С высокими был ты высок, и с малыми приводил себя в равенство. 81. Умолял ты себя с последними, чтобы они возвеличились с тобою и стали подражать твоему образу жизни. 81. Из-за всей твоих днем и ночью изливался обильный поток. 82. Набывала ли скромная улыбка на устах твоих и приятность в речах твоих. 82. Из сугубой сокровищницы раздавал ты двоякое богатство и скорбящим, и радующимся. 83. Зеркалом был ты у нас и светлым образом. 84. Всякий в тебе усматривал себя. 84. Всякий, взирая на тебя, осуждал сам себя. 85. Взирали на тебя празднолюбивые, и твоей рачительностью побуждались к деятельности. 86. Взирали на тебя ленивые и справлялись от ленности. 87. Выговор твой вразумлял слабого. 87. Пристояние твое предавало силы побежденному. 88. Просиял ты подвигом поста, прославился воздержанием. 88. Не посрамил ты чистоты своей, и прекрасен ты был саламудрием своим. 89. Две великие заповеди возлюби Господа твоего и ближнего твоего. 90. Совокупил ты воедино своей равнопламенеющей любовью. 91. И Богу, и человеку вполне воздал должное. 91. Внимал ты закону, чтобы исполнить его на деле. 92. Приступал к делу, чтобы совершить милостыни и молитвы твои, видимо, повсюду. 91. Кто принял от тебя милостыню, те богатые. 92. Кто пользовался твоими молитвами, те возрадовались. 93. Молитва – духовная колесница, возносящаяся с земли на небо. 94. На нее взошел ты невидимо, как Илья, видимо. 95. С нее ясно узрел невидимого Бога. 95. Ныне, Отец, даруй сонму сынов твоих такое наследие, которое охраняло бы их от вражеских теней и сетей. 96. Измереновала плоть твоя, не знала ни омовений водой, ни умощений илием, ни чистоты, покрывавшие кожу твою. 96. Служили к очищению от скверн духа твоего. 97. Гдением твоим охранялись богатства твои, неусыпностью сокровища твои. 97. Когда немощные днем спали, труд твой приумножал достояние твое. 98. Ни снег не препятствовал тебе сеять, ни зной насаждать, что посеяно и насаждено было постом твоим, то напаялось слезами бдения твоего. 99. Часа празднований видали у тебя, достославный. 99. Кто не заимствовался из сокровищницы твоей, кто не обогащался твоими сокровищами, кого не веселило лицо твое, кого не опечалила кончина твоя. 99. Бдением и воздержанием очи твои преоборали сон. 99. Среди спящих уподоблялся ты неусыпным ангелам. 99. Ангел возбудил тебя от сна, возбудит от сна. 99. Преклонял ты шею свою и молился о том, чтобы приняты были жертвы твои. 99. Сам себя соделал ты жертвы, и душу свою возносил в жертву Богу. 99. Уста твои воздерживались от хлеба, сердце воздерживалось от греха. 99. Добровольно избрал ты для себя пост, чтобы постились и уста твои, и сердце твое. 99. Вкусное ясто ты предоставил свастолюбцам, твоей же пищей был хлеб плачущих. 99. Ты обличал тех, которые едят мясо и снедают сынов человеческих, а твои уста воздерживались от вина. 99. Неутомимо обуздал ты плоть свою, чтобы не восставала она против обета твоего. 100. Уста твои вооружал песнопениями Духа Святого. 100. Как друзьям не оплакивать того, чьи победы так славны. 100. Кто может скорбеть о торжестве собравшего такие сокровища? 100. Плакать, скорбеть, облечься печалью должно братство наше, которое смертью твоей внезапно лишено богатого сокровища словес твоих. 101. Светует и утешается, скорбят и торжествует сонма учеников твоих, светлые лики сынов твоих. 101. Смерть твоя ввергает их в скорбь, а слава твоя радует их. 102. Когда обращают взоры и видят, что нет тебя с ними, проливают горькие слезы. 103. А когда размыслят о славном подвиге твоем, исполняются всякие радости. 103. Кто тебя, достославный, взял из сонма в Святой Церкви? 104. Кто непорочность твою удалил от служения земнородных? 104. Кто дунул на светильник твой и угасил святочей твоих? 105. Кто заградил источник учения в Святой Церкви? 105. Он всегда напаял и возвращал плоды в сердце слушающих. 105. Кто снял венец с главы народной и внезапно опустело место твое? 106. Но не скорби о том, что почил ты. 107. Господь твой ввел тебя в брачный чертог. 107. Блажен ты, потому что блаженствуешь среди святых в горнем царстве. 118. Благословен тот, кто освобождает тебя от трудов и положил конец борьбе твоей. 118. Молись и проси о всех нас, чтобы сподобиться нам зреть тебя в брачном чертоге, 119. И вместе с тобой и возрадоваться, и насладиться блаженством в небесном царстве. 119. Хвала Господу твоему во все времена! 119. Ему благодарение и словословие от мертвых и живых в роды родов. Аминь! Аминь! 16. На кончину Иерея 17. Смерть святым блаженство, праведным радостью, а грешникам скорбь, нечестивым отчаяние. 17. Добрые в день отшествия не чувствуют ни страха, ни болезни, а злые трепещут в смерти, зная, что ожидает их суд. 18. Кто облечен плотью, тот болезнует в день смерти. 19. Сама природа учит человека сетовать о ближнем своем. 20. Каков кто сам, такова и скорбь о нем. 20. По жизни каждого и смерть его, и плач о нем различны. 21. Твоя смерть, Отец наш, многоболезненная и многоутешительна вместе. 21. Кто не будет сетовать о смерти твоей? 22. Но кого и не утешит упование твое? 22. Тебя, Иерей, с чистым сердцем, служивший святому во святилище, тебя взыскует священный алтарь, которому так прекрасно служил ты. 23. Ждет он, когда опять придешь, и будешь, как и прежде, совершать священное действие. 24. Умолкло слово твое в храме, умолкло церковь, церковь твоя при богослужении. 25. С ожалением домогаются друзья твои вещания и любви твоих бесед. 26. Кто же заставил молчать церковь твою? 27. Кто наложил безмолвие на глаз твой? 28. Кто садял безгласными гусли твои, которые ежедневно возглашали хвалу? 29. Кто приторг и похитил струну, которая всегда звучала в церкви? 30. Кто заставил он иметь уста твои непрестанно словослоившие? 31. Кто повелел оставаться в покое рукам твоим неутомимо трудившимся в священнодействии? 31. Эти ноги, которые некогда протекали по святилищу и по всему протоптанному пути к церкви, 31. По повелению милосердного Господа твоего, смерть заставила прекратить свое течение. 32. К тебе целомудренно явилась смерть и послана на то, чтобы препроводить тебя в Эдем. 33. В награду закуплю твою священство. 34. Все верены тебе Господом твоим для сделания талант, усугубил ты приобретением и лихвою. 35. Не хищением приобрел ты священство, дающее власть и надгорнем. 36. Не за цену, не за серебро приял сию благодать. 37. Не служил ты роскоши, не раболепствовал корыстолюбию. 38. С благодатным даром не соединял сластолюбие. 39. И не сил в равной с ним мере мамоны. 40. Ничего не уважал ты сколько, как этот дар, сознавая, что и ты, как почтенный им выше всех, 40. Не домогался ты его неблаговременно, как корей да фан и Аберон. 41. Ты знал, каков был конец их и какому подвергались они наказанию. 41. Не поносил ты верховных пастырей, святых Моисея и Аарона. 42. Тебе известно было, что дерзнувшие на это лишились жизни и истреблены огнем. 42. Писания, изученные тобой с юности, научили тебя добродетели. 43. Книги, прочитанные тобой с размышлением, соделали тебя мудрым. 44. В пяти книжах этой сокровищницы жизни внимательно вычитал ты и уразумел, 45. Что создавший человека по образу своему, дал ему и закон свой. 45. Но когда человек приступил заповедь, в персть возвратилось естество его. 46. Размышлял ты над пророческим словом, вникал в апостольские писания, 47. И что читал, то и делал, чему учил, то и сам исполнял на деле. 47. Изъяснял писание многим, и назидал сынов и дочерей своих. 48. Боясь, чтобы не остался без пользы врученный тебе талант, 49. Ежедневно производил куплю, чтобы со многим собрать больший прибыток. 49. Ни одними устами поучал ты, дела твои были те же уста, 50. Громко взывали о ней, когда ты и безмолвствовал. 50. Учил ты, когда не слышно было своего слова. 50. Кто же взял у нас с тебя, дрожайший брат? 51. Кто увел у нас с тебя, первый из наилучших? 51. Кто привел неподвижность с тебя, скоротечный? 52. Кто сделал нематствующим тебя, правозвестник? 53. Кто разлучил с нами тебя, проповедник? 54. Кто похитил у многих с тебя, глава и дрожайший друг? 54. Кто отъял домоправление у тебя, попечителя-служителей Господа своего? 55. На кого будет взирать стадо твое? 55. Кто будет водить и пасти его? Так прекрасно! 56. Кому обратит оно взоры? 57. Кто утешит из страданий, из печали? 58. Внезапно стала вдовицу и паства твоя, лишившись мудрого попечителя. 58. Печальную одежду приносит она тебе, чтобы тебя, как мертвеца, предать погребению. 59. Как негорестна смерть твоя не оставляет она тебя без одеяния, погребальную приносит тебе одежду и наряжает тебя, как жениха. 59. Облеченный в те ризы, в каких священодействовал ты, когда был жив, предаешься теперь погребению и приемлешь последнюю почесть. 60. Паства не отъемлет у тебя награды трудов твоих и воздает за них тебе по смерти. 61. Над одром твоим устроила она сень, привычную священному сану, созвала отцов и братьев твоих в сон, сынов твоих и дочерей, чтобы с честью предать тебя погребение и сопроводить тебя с песнопениями. 62. Теми своими сами духов, которых поучался ты, пока пребывал, еще в сонми живых, препровождая тебя паства из среды живых в жилища умерших. 63. И шел ты из страны чужды, чтобы обрести себе покой в церкви. 64. Отошел и из временного жилища, чтобы переселиться в жилище вечное. 64. В глазах у тебя стоят иереи, идиаконы, воздавая тебе честь. 65. Все братство церковное предстоит, совершая погребение свое словосами духа. 65. Вот весь сон церковный чествует день твоего отшествия. 66. Вот священнослужение, духовное песнопение, слова и утешение. 67. Вот чтение тех писаний, которые так сердечно любил ты. 67. Вместо воплей псалмопения, вместо плача и горьких рыданий, утешение и упование жизни. 68. И вот воздана последняя честь, погребение окончено, умолк голос братьев, плача и священного служения. 69. Они плакали об отшествии твоем и совершили погребальное священодействие 70. Теперь настал час скорби о том, что идешь ты в жилище свое. 69. Печаль не дозволяет им остаться лишенными близости с тобою, но не пришло еще время живым вступить в обитель умерших. 69. Не мертв ты, праведный, ты еще жив и говоришь с нами, скончавшиеся во Христе не умерли, но почивают. 70. Близко время разлучения, в которое каждый пойдет в жилище свое, и ты шествуешь тем же путем гроба, какой ожидает весь наш род. 71. Не скорби о том, что разлучился с возлюбленным сонмом братьев своих, не сокрушайся о том, что лишился услуги, обложенных плотью. 72. Не самовластно взяла тебя смерть, которая дает упокоение членам твоим, исполнено повеление Господа твоего. 73. Господь послал смерть, и она взяла тебя у нас. 74. Взяла не как Дафана и Аверона, которые живых потребила огонь. 75. Ты не приносил незаконные жертвы царю царей. 75. Не брал его, святая святых, не вносил ни от священного кадила, подобно сынам Иерея Аарона, которые погибли, умершленные огнем. 76. Ты не поругал Божие дома, как охни Финьес, потому ни на войне и ни от вражеского меча лишился жизни своей. 76. Перед очами всех воздавал ты честование Богу, ни как Оза, который притек поддержать ковчег завета и был поражен всеодолевающей силою. 77. Не коварство заклало тебя внезапно мечом ожесточенного Саула, как тех невинных иереев по доносу чуждого раба. 78. Как Аарона погребает тебя отцы и братья твои, как Моисей предал ты дух свой Богу, Господу всяческих. 79. С миром почил ты и прославлен Богом, Творцом твоим. 80. Покойся же до воскресения и ожидай дня воздаяния. 81. Но о том проси, о том умоляй Бога за сон возлюбленных твоих, чтобы наградилось за слезы, которые проливают они о тебе. 82. Умоляй Бога, Он внемлет тебе. 83. Да просит им долги их. 84. Возди руку твою за этот сон, который с честью предал погребение тело твое. 84. И благослови его по обычаю своему во имя Всесвятого Бога. 85. Потому что весьма угодна и драгоценно Богу молитва, приносимая в час смертный. 86. Изгрекший мир пасты твоей, болезненно сетующая о смерти твоей. 87. Изреки мир собратству, совершающему погребение твое с утешительными песнопениями. 87. Не забывай святого алтаря, на котором непорочно священодействовал ты. 87. Помяни святую церковь на общей всех в вечере. 88. Она как матерь предала тебя погребению, как сестра почтила кончину твою. 89. Она для тебя и отец, и род, и племя, и родные. 89. В глубокой печали она о смерти твоей, сетует о кончине твоей. 90. Опустела в ней место стояния твоего. 90. Столько известное в кругу чад твоих. 91. Сетует она о смерти твоей. Горько болезненно это бодшествие твоем, когда взирает на собрание чад своих и среди их не видеть тебя. 91. Велика болезнь ее. Проливает она слезы, обличена в скорбь и печаль. 91. Не хотела бы тебя отпустить от себя, не желала бы согласиться на разлуку с тобою. 91. Час смертный принуждает ее сопроводить тебя до обители умерших. 92. Природа не дозволяет обитать мертвым вместе с живыми. 93. Две разные обители для живых и для мертвых. 94. Живый не может обитать в Шеоле, и мертвый на земле живых. 94. Наступит воскресенье, и из обеих обителей соделает одну. 95. Церковь ожидает тебя в Эдеме, надеется увидеть тебя в раю. 95. Покойся же до воскресенья. Молись, чтобы увидеть ее в брачном чертоге. 95. Простите, братья мои. Мир с вами, отцы. 96. Навек разлучаюсь теперь с вашим сообществом. 96. Не так горе для меня день смерти, как разлука с вашей любовью. 97. Не то прискорбно мне, что умираю, но что разлучаюсь с братьями моими. 97. Не о том, святые, что сократились дни жизни моей на земле, но святые, что не увижу более всего церковного собрания. 98. Молитесь о мне, возлюбленные мои, поминайте меня в молитвах своих. 99. День суда приводит меня в трепет, день воскресенья устрашает меня, потому что грехи мои многочисленные, и они ждут меня на суде. 99. Зная из закона, уверили меня в этом заповеди, что раб, который знает, что предписывает ему воля Господа его, и не соображается с его волею, не делает что ему угодно, должен ожидать наказания и мучений и необычайно жестоких ран. 99. Читал я все это, учил этому других, но не исполнял, к чему был обязан, и не делал, что надлежало делать. 99. Теперь боюсь, что в день суда должен буду претерпеть много скорбей и мучений, жестоких наказаний и ран. 99. Зарел я в землю приятый мною талант и не приобрел на него лихвы, потому, зная, что уготовано мне в воздаяние Господом, злым и ленивым был я рабом. 99. Потому скажет мне Господь, для чего не пустил его в оборот, для чего скрыл в землю талант, который мог обогатить тебя? 99. Лучше было бы тебе несчастно не получать и не скрывать этого таланта, поскольку же сделал ты это, то будешь мучиться вместе с виновными. 99. Я причислил тебя к иереям, и часть твою положил с левитами, почему же в делах твоих не уподобился ты и иереям, которые служили непорочно? 99. Вот что привожу себе на память, братья, вот о чем помышляю, и час суда для меня горестнее часа кончины. 99. Пока был я среди живых, не приводил себе на память дня воскресения, не думал, что есть суд, гиенна и мучения. 99. Но как скоро приблизилась кончина, настал час от шествия, пришли мне на мысль вины мои и соделанные мною грехи. 99. Воздыхая, воззвал я к Богу, с сокрушением стал умолять Его, «Боже, помилуй меня немощного и услыши меня в день скорби». 99. Молитве раба твоего не заключает дверей щедрот твоих, помиловавши распятого одесную тебя и избавивши его от множества грехов. 99. Помилуй меня в час смертный, спаси меня по великой милости твоей, да не буду, Господи, чуждым благословенному братству церкви. 99. Да не порадуются о мне чуждые, увидев меня в гиенне, да не посмеются надо мной и присные служители истинной веры. 99. Вместе с Иереми прославлял я тебя, Господи, возвесели же меня с ними в царстве, не изгони меня там из сонма возлюбленных тобою. 99. Не попусти мне вопиять в гиенне, потому что тебя величал я в песнопениях, да не умолкнет глаз хваления моего, и да не пристану словословить тебя. 99. Не суди меня, Господи, по правде твоей, ибо знаю, что виновен я, и если воздашь мне по винам моим, то наследие мое гиенна. 99. Разлучен я жизнью, а не имел я, и не смею более просить тебя, лишен я теперь возможности высылать к тебе моления и молитвы о грехах моих. 99. Почему милосердие твое, по которому создан я, да умолит за меня, и по милосердии благости твоей да изгладит мои грехи и беззакония и проступки, да избавит оно меня от гиенны и вселит где благоугодно ему. 99. Помолимся же при разлучении, братья, о разлученном с нами, братья. 99. Будем умолять судью, который внемлет глаз у возлюбленных им. 100. Воззовем к Богу, которому угодно жизнь, а не смерть грешников. 100. По благости твоей помилуй раба твоего, по милосердии твоему помилуй чтителя твоего. 100. Не вниди, Господи, в праведный и строгий суд с рабом твоим, потому что нет человека, который бы чист был от грехов и беззаконий. 100. Не воспомяни при грешении его, не помяни беззаконий его, по милосердию твоему изгладь грехи его, и поставь его одесную тебя. 100. К тебе взывал он час смерти, тебя умолял в день кончины, тебя умилостивлял, умирая, у тебя со слезами просил отпущения грехов своих. 100. Не отринь глаз о молении его, не отврати от него лица твоего. 101. В Евангелии своем ты дал обетование, призовите и услышу, ударяйте в дверь щедрот и отверзу немедленно. 101. Вот, с упованием взывал он к тебе, Господи, с верою в Евангелие твое ударял в дверь, услыши его милостиво, как обычно тебе, и отверзи ему дверь царства, по благодати твоей даруй ему в наследие справедными обетованное царство. 101. Да насладится он блаженством в чертоге света, вместе с еереями, служившими непорочно. 102. Да воспевает благость твою среди святых и праведных. 103. Да возрадуется и возвеселится в кущах с пресными твоими. 104. И торжествует сонми возлюбленных тобою, да славит и взывает. 104. Хвала тебе, помиловавшего меня по благости твоей. 15. На кончину клирика. Очисти от грехов уста воспевшего духовные песни, и да воскликнет он в царстве твоем хвала, помиловавшему меня. Разреши освободи от греховных уст того, кто с юности восприял на себя сладостное иго твое, и возвесели его в чертоге твоем. 15. Присовокупи к совершенным того, кто воздержался от временного брачного чертога, и возделял чертога, уготованного совершенным. 16. Он примерял братья своих, когда были они в гневе, и совокуплял их воедино в взаимной пользе. 17. Да буди за жилищем его обитель твоя в Эдеме. 18. Он служил ближним своим, как ты заповедовал ему, и почитал себя последним из всех. 18. Сподоби же его возлежать на вечере твоей. 19. Тебя, Господи наш, исповедовал он перед человеками, и ты по обетованию своему исповедуй его перед отцом твоим. 20. По щедротам своим помилуй его и очисти грехи его. 21. Ты един благ и отпускаешь грехи. Прости ему вины его. 21. В Эдеме сладости, да объюнеет старость того, кто во время старости своей страдал болезнями, и оживи его в чертоге твоем. 22. Вместе с праведными, да восхвалит тебя тот, кто и при старости своей, и при немощах плоти, непрестанно, с усердием служил дому твоему. 23. Братское утешение к кончающемуся подвижнику. 24. И спросите мне, братья мои, сыны церкви щедрот, чтобы не быть неотлученным от церкви небесной. 25. Пост и молитву воспитала тебя, брат наш, в горнем Иерусалиме увидимся мы с тобой и вознесемся. 26. Молитесь о мне, братья мои, во время служения молитесь тому, кто разлучает меня с вами до дня воскресения. 27. Когда разлучены будут добрые и злые, в тот день увидимся с тобой в чертоге радости и возвеселимся. 28. Смерть похищает меня у вас, возлюбленные мои, и церковь моя не издает уже хвалебных звуков. 29. Возлюбленный тобой Иисус отверзит тебе, братьям, чертог свой, и горея вместе с ангелами будешь возносить хвалу. 30. Судья там праведен, братья мои, молитвы ваши да преклонит его переменить, а мне строгий приговор свой. 31. Оставил ты дом родителей своих и возлюбил Христа, поэтому сирит он тебя в брачный чертог радости. 32. Настоящий день лишает меня жизни и внезапно делает непотребным делателем. 33. В настоящий день, возлюбленный тобой Иисус, тебе, брат наш, соплетает венец и отверзит братья чертог свой. 34. Увы, братья мои, горькая эта чаша, потому что не знает человек, как встретит его там. 35. Горе нечестивым в тот день, тебе же великое блаженство, потому что принимал ты плоть его. 36. Правда в трепет приводит дух мой, потому что, как слышал я, Бог судит огнем. 36. Праведники, которому подоблялся ты, брат наш, будут твоими молитвенниками на суде. 37. В день пришествия твоего, Господи, помилуй меня, грешник, и да и увижу прекрасный неприходящий свет. 38. Возлюбленный тобой и жених отверзит тебе брачный чертог свой, и вместе с возлюбившими его праведниками будешь прославлен в Эдеме. 39. Блажен там, братья мои, кто, зная, что он смертен, здесь еще уготовил себе на пути к вечности. 40. Блажен ты, потому что избежал печали века сего, и на небесах уготовил себе вечное сокровище. 41. Когда придешь, Господи, сотворить отмщение всем согрешившим, и меня, как разбойника, помилуй в тот день ради креста твоего. 41. Когда придет небесный царь, и тебя в тот день возбудит от сна и облечет славою. 42. Скорбь причиняет мне смерть, возлюбленные мои, потому что навек разлучает меня с вашим сонмом. 43. Церница твоя перестает издавать здесь хвалебные гласы, но возгласит она хвалу в горнем Иерусалиме. 44. Не отвороти, Господи, лица твоего от отрока твоего в тот последний день, когда откроется величие твое. 45. Не призрит Христос подвигов твоих за здешние труды возвеличить тебя там. 46. Кто не вострепещет, братья мои, в этот день, когда каждый по трудам своим получит правильное воздаяние? 47. Господь твой, которого возлюбил ты и которого заповеди соблюдал ты, вселит тебя там вместе с возлюбившими его праведниками. 48. Уготованный огонь ожидает нечестивых, и боюсь, чтобы не попалил он членов моих. 49. Да воссияет мне свет в пришествие твое, Господи наш, и вместе с возлюбившими тебя праведниками, да сподоблюсь я царства. 50. Да защитит меня виновного благость твоя о уповании плачущих и помощь скорбящих. 51. Надежда, какую питал ты и день, и ночь, и день воскресенья вознесет тебя в Эдем. 52. Помоги мне, Спаситель мой, когда воссияют щедроты твои, да восстану и прославлю тебя за благость твою. 53. С прославленными праведниками и с увенчанными мучениками увидим и тебя в той стороне и вознесем хвалу. 54. С миром оставайтесь, братья мои, возлюбленные мои, и молитесь вместе, чтобы благополучно совершил я путь свой и был там принят. 55. По милосердию твоему, Господи, отверзи двери царства твоего брату нашему, которого воспитали пост и молитва. 56. Ваша молитва, братья мои, да сопроводит меня в страну ту, да послужит мне крылами, да вознесет меня в обитель жизни. 57. Крест Сына Господа твоего спасшего мира будет тебе, брат наш, мостом в обитель жизни. 58. Песнопения ваши, братья мои, в день кончины моей, да вознесут на небо хвалу вместе с ангелами. 59. По милосердию твоему, Господи, прими раба твоего, который веровал в тебя, и память его да будет в горнем Иерусалиме. 59. Спешу идти, за мною послал Господь, оставайтесь с миром, да сопутствует мне молитва ваша. 60. Щедроты праведного, который помиловал разбойника, сопроводят тебя в страну ту. 60. Хвала благости твоей, милосердный грешникам, ты, воскреситель всех умерших. 61. Христос, которого возлюбил ты и которого заповеди соблюдал ты, напишет имя твое в книге жизни на небесах. 61. Великий трепет приведут нас все дела наши в тот великий день, когда придет Сын Царев. 62. Братское утешение к кончающемуся клирику. 63. Соберитесь, братья мои, и совершите о мне память. 64. Да не изгладит Господь имя мое, потому что разлучаюсь я с вашим сонмом. 65. Навек да упокоит меня Господь в пришествие свое. 65. Да утешится дух твой, потому что ты трудился под игом воли его и обогащался в свободном делании. 66. Хвала тому, кто увенчает тебя и возделишит в царстве своем. 66. Все решено, возлюбленные мои, нет мне надежды. 66. Но в пришествии его, когда откроются тайны мои, да увижу к себе милостивым того, кто спас нас крестом своим. 67. Труды твои, надежда твоя, пост сокровища твое, бдение, украшение твое и упование твое Господь твой. 67. Он воскресит плоть твою, потому что трудился ты в уповании на Него. 68. Кто же не будет воскрешен в день пришествия его, но не всякий знает, как будет он воскрешен, потому что день сей есть день испытания, да откроются на мне щедроты его. 68. Знамение победы твоей напечатлено на тебе, Христовы тайны, которые принимал ты в чистоте, представить тебя Христу и возвеселишься на вечере его. 69. В смятении приводят меня грехи мои, но подкрепляет меня надежда. 70. Велик страх в день суда, когда обличен будет всякий человек, ой, если бы узреть мне судью милостивым к себе. 71. Благ Господь наш и милостив грешникам, с тобой и победа твоя, брат наш, смирение служения, какое проходил ты, обновит песнопения твои. 72. Знаю, что мзавоздаятель благ, но страшу изгласа, идите от меня вы, которые некогда были лукавы, о, если бы оправдал в меня на суде своем. 73. Праведен Бог твой, и не презрит трудов твоих, за все те скорби, какие ради царства его перенес ты в монашестве, возляжешь в брачном чертоге его. 74. Не позволяет утешиться мне сердце мое, братья мои, потому что в трепет приводят члены мои праведный суд, когда привожу себе на память все скверны свои. 75. Да помилует он меня в день суда своего. 76. Господь и Бог твой утешит, благоразумие твое не отринит сердца твоего, которое трудилось в делании угодного величию его, но вознаградит тебя в пришествие свое. 76. Его сладостное иго носил я на раменах своих, как же с дерзновением обнадеживать себя благости его. 77. Кто защитит меня? 78. Милосердие твое, Господи, да защитит меня! 79. Надежда, которую питал ты и которая освободила плоть твои от рабства Адамова и Евина, оправдает тебя на судилище и возвеличит тебя в день суда. 79. Что доселе говорено, возлюбленное, может утешать во времена благодати, а что там, то сокрыто. 80. Пощади меня, Господи наш! 81. Уста сына Бога живого изреклись клятвы, и что веровавших в него воскресит он в жизнь славы, поэтому возвеселит он в брачном чертоге своем и тебя, который веровал в него. 81. Недоведомая воля, которой ведомы наши изволения, как веровали мы в него и как приносили себя в жертву, так и воздаст нам в день пришествия его. 82. Жертва твоя плоды уст твоих, издававших глаз хваления благости его, за это он по правде своей возвеличит тебя в день явления своего. 83. Выше ума моего день его, и язык мой не в состоянии сказать о нем. 84. Ужасает меня пришествие его, страшит меня явления его. 85. Блажен, кого соделает он достойным себя, когда придет в славе своей. 86. Хвалы, которые воспевал ты, пробудят глаз цернице твоей. 87. И поскольку твердо держался ты обетование его, вселит он тебя в сокровищнице своей, и в день воскресенья будешь блаженствовать в Эдеме. 87. Придите, братья и друзья мои, и спросите мне щедрот, потому что отныне лишен я общения с вами до дня воскресенья, которого досподобит меня Господь в пришествие свое. 87. Братское утешение к кончающемуся Иерею. 88. С миром оставайтесь, братья мои, молитесь о мне, и поминайте меня, когда предстоите во святилище. 88. Как Лазаря воззвал Сын Божий и восставил из гроба, так и тебя воззовет из гроба в царство. 88. Вот о чем великая у меня скорбь, вот что мучает дух мой. 89. В той стране, куда отхожу, нет уже места молитве. 89. Не скорби, Отец наш, что разлучился ты с нами, потому что ангелы идут приветствовать тебя и сретают тебя. 90. Великий страх объемлет меня, возлюбленная, нет там места ни дарам, ни молитве, как же оправдаюсь. 91. Будь заступником моим ты, Отче, Сыне и Дух Святый, потому что в твоей благости искал я прибежище. 92. Ты прости мне вины мои. 93. Страшен, братья, лют и жесток день тот. 94. Судья, правдив в суде своем, куда же уйти мне? 95. Знаю, что виновен я, как же оправдаюсь. 95. Ты, оправдывающий виновных на суде своем, прости мне вины мои. 95. Горе там таким ленивым, каков я, потому что не помышлял я, что постигнет меня и умножал вины свои. 95. Горе смерти и сатане, когда увидят тебя, стоящим одесную и воспевающим хвалу. 96. Ужасаюсь я, трепещет дух мой, потому что не знаю, как примет меня судья. 97. С тобой оружие крестное, с тобой и крещение, и плоть, и кровь Христово. Вот великое твое оправдание. 91. Прощание паства с епископом при кончине его. 92. Иди с миром, святый отец наш. Господь твой, да возвеселит тебя в чертоге радости. 93. В дальний отхожу путь. Помолитесь, чтобы в мире совершить мне шествие мое. 94. В неопасный путь отходишь ты, отец наш. Добрые дела твои восходят с тобою, Господу твоему. 94. Известны скверны мои, Господу, которого прогневлял я, и потому весьма страшусь мщения судьи. 95. Известны тайны твои, Господу твоему, которого пламенно любил ты, и Господь почит в тебе, потому что творил ты воли его. 95. Спрошусь, братья, мои мучений, потому что для грешников нет у него щедрот и милосердия. 95. Царство уготовано тебе, блаженный отец. Господь твой, которого возлюбил ты, ведет тебя кто? 96. Вот ничем не обогатясь, разлучаясь я с миром. 96. Одни грехи приобрел в нем. 97. Мирно и блаженно разлучаешься ты с ним. Ты, второй Моисей, молись о сонме нашем. 97. Увы, страшен мне суд правды, потому что суд ее строг и нелицеприятен. 98. Горе неверным, отрицавшимся от Христа. А ты, Отец наш, блажен, потому что исполнял воли его. 99. Трепещу, братья, трубы, которая глазом своим приведет в ужас все племена. 99. В день воскресения придут ангелы и поставят тебя одесную. 99. Беспорочно проводил ты жизнь свою, чист пост твой, чиста молитва твоя, щедра милостыня твоя. 99. Подавляют нас скорбь и печаль о смерти твоей, о тебе, помышление наше, благочестивый Отец наш. 99. Праведники в день воскресения в наследие примут неприходящее блаженство и воспоют хвалы. 99. Господь твой, которого волей исполнял ты и который поставил тебя руководителем и пастырем овец стада своего, воскресить тебя, Отец наш. 99. У тебя, Иисусе, ищу прибежище, избавь меня от мучений и даруй мне вкусить блаженство во свете. 99. Возлюбленный тобой Иисус, которого заповеди соблюдал ты, старицею воздаст за труды твои. 99. Праведники в воскресении венец славы возложат на главу свою и воспоют хвалу Господу нашему. 99. Тебя, Отец наш, ожидает венец за дела твои. 100. Вместе со святыми насладишься ты радостью и будешь блаженствовать на небесах. 100. Заклинаю вас, братья и отцы мои, возлюбленные, не забывайте меня в молитвах ваших. 22. На кончину епископа. 22. Утешь учеников своих, блаженный отец наш, вот они в скорби и печали, желали бы беседовать с тобою. 23. Да утишит вас отец, которого возлюбили вы и сын по благости своей, да соделает более славными венцы ваши. 24. Не плачьте, дети мои, не должно оплакивать путь, которым идут все сыны Адамова. 25. Много слез пролил Иосиф об отце своем, и нам должно с печали и скорби оплакивать кончину твою. 26. Кто похитил тебя у нас, духовное наше сокровище, пришла смерть и разорила крепкую ограду нашу? 27. Видимо, нами это сокровище плоть твоя, оно открыто для разумных, но кто даст нам услышать глаз твой? 28. Плачет о кончине твоей всезнающие тебя, непорочный и мудрый, чистотой своей обручивший душу свою Христу. 29. Он отделит тебя от части погибших. 29. Будем работать Господу всячески, не будем разлучаться с Ним ни в смерти, ни в жизни, 30. Не тогда, как в духе нашем кладет печать свою и в трепет приводит душу кончина. 30. Сын царев, наставникам и учителям душам нашим поставил тебя Отец наш. 31. Непрестанно уготавляйте себе на пути, братья мои. 33. На кончину пастыря и учителя. 33. Отошел ты, Отец наш, не оставь нас сирыми, подвижник истины. 34. Моисей, который своей кончиной изобразил нам твою кончину непорочной, 34. Когда оставлял народ свой, поставил ему вождем служителя своего, Иисуса, 35. И при отшествии своем возложил на него руку свою. 35. С ним народ его вошел в землю обетования, то есть вступил на путь спасения. 36. И ты оставил нас странствующими. 37. Кто даст нам вождя, с которым бы достигли мы наследия? 38. И Иакову было угодно, чтобы Иосиф начальствовал над сынами его в Египте. 39. Да будет у нас Иосифом брат из братьей наших, и сын да уподобится отцу своему, 40 и мы все, соблюдая единомыслие, да сподобимся благословений твоих. 39. В тебе отпечатлелся образ небесного отца нашего, которого видел Иаков. 40. И его возлюбиво оставил ты отца и матери ради жизни, которая не скончается для тебя в роды родов. 41. Избрание твое предизображено было в священнике Аароне, с которого вместе служили и сыны его. 41. Потому что вместе с ним совершал служение Элиазар по немощному закону Сений. 42. И когда к смерти воззван был старец, сын его со славой служил в чине отца своего. 42. Элиазар священно действовал, как Аарон, и Иисус судил, как сын Амрамов, то есть Моисей. 42. Опечален им, Отец наш, твоею кончиною, да пребывает же в сонми нашим твоя вспомоществующая сила. 43. Как сугубо благодатью дух Ильин пребывал в Елисеи, и в учениках твоих увидим подобие твое и утешимся, как бы наслаждаясь твоим лицезрением. 44. Да не лишаемся дара твоего в нищете своей, обогащавшей многих. 45. С тобой не шел во гроб и тот, кто разделил пред Моисеем море. 46. Водивший Израиля столпом явить тебе свет свой во тьме, потому что в членах твоих сокрыта всевоскрешающая плоть в крови и духа твоего срастворена чаша спасения. 47. И не оставит плоти твоей вместе пагубы, венец твой в стране праведных. 48. При кончине твоей прилично воспомянуть о всех книгах, какие написаны тобой при жизни. 49. Как земледелец, возделавший Ниву, первый ты должен вкусить плод насаждений своих, над которыми целомудренно трудился в стране нецеломудренных. 50. Тебя, Отец наш, ожидает церковь праведных, потому что насаждения твои собраны в саду жизни, там ожидают тебя сокровища твои. 51. Иди, Отец наш, в град мира, потому что здешняя страна в смятении держит обитателей своих, нет мира в этих дрожжах. 52. Мир чуж для страны метущихся, смерть, как путника, призвала тебя ко гробу. 53. Иисус утешит тебя в обители, где нет забот, как утруженный путник, иди, успокойся во гробе и предвори царство. 54. Мудрые, внимая простоте твоей, признавали мудрость свою буйством, и неразумные, внимая мудрости твоей, умудрялись и достигали ведения. 54. Кроткое слово твое было вразумляющим жезлом, спокойный взор твой уцеломудривал невоздержных. 55. Всякий, кто взирал на тебя, осуждал свои недостатки, потому что от тебя был далек всякий недостаток. 56. Уготование сердца твоего видел Господь твой, ему известно было, что его крепко возлюбил ты и оставил все. 57. Он не укорит тебя за недостатки твои, как век твой. 58. Господу известно, как трудился ты в деле его. 59. В стране лишений собрал ты великие богатства, и в бедном мире напомнил благами корабль свой, который после бурного плавания достиг пристани, и корм, чьего теперь уже в безопасности. 59. Кто падал, тому отец наш подавал ты руку свою, открывал, как и сам ты падал. 60. И видя этого вставал он, и не стыдился исповедать грех свой. 61. Своей мудростью Христу приобретал ты братья своих, и исполнял, что Дух сказал через Иеремию. 62. Кто изведет великое из ничтожного, то сделай, как мои уста. 63. Всякий, кто приходит сюда, должен возгласить и сказать тебе, да поможет нам молитва твоя, праведник, ибо смерть твоя честна пред Богом, как Дух Святой воспел устами Давыдовыми. 63. Святые и праведные радуются общению с тобою, а нас по причине разлучения с тобой облекает скорбь, хотя уверены в том, что Господь твой с тобою, и здесь все радуемся твоей радостью. 64. Не приставай, отец наш воспоминать о нас в той стране, где учителю нельзя не помнить учеников своих. 64. Имя твое преснопамятное для нас, память о тебе не изгладится вовек. 65. Молись о нас там, чтобы, пребывая в единомыслии, сподобились и мы делами своими научать других, как ты научил нас, и чтобы ученики и жизни свои уподоблялись тому, кто трудился и тем хотел научить. 64. На кончину наставника. 65. Давид оплакивал царя Саула и рыданиями своими выражав горячность любви своей. 65. Он охранял жизнь того, кто был гонителем его, плакал о смерти того, кто хотел быть его убийцей. 66. Твоя смерть – жизнь для тебя, но она – жизнь для тебя. 67. Она свергает скорбь. Ты связан был с учениками своими такой любовью, какова была любовь Давида и Анафана. 67. И Самуил оплакивал народ, потому что на глаз молитвы его ответствовал гром. 67. Когда чистая молитва его восходила к Богу, Всевышний вещал ему в громе. 68. Когда Иосиф почел в мире, неприлично было плакать о смерти его, на что сказал пророк Иеремия. 69. Что все, хранящие правду, мужи и жены, горько рыдая, плакали об Иосифе. 69. Плакал об Иосифе один из царей. 70. И когда узнал, что приближается смерть Иеремия, при тех к молитве пророка, как сокровищница спасения, 70. И пророк даровал войскам его силы и оружие, какие сам имел. 71. Иисус, навин умирая, давал сынам Израилевам правила жизни, говоря, «Вот я отхожу, храните закон, и он сохранит вас». 72. Когда Илья возносился, плакал о нем разлучавшийся с ним ученик. 73. Но, как скоро узнал, куда возносится, стал просить, чтобы не оставлял его своей помощью. 74. А Лазарь сказал Господь наш, это болезнь не к смерти, потому что ею прославлен оживотворитель всего, которого оживотворный глаз был ключом к гробу Лазаря. 75. Слезы были на очах у Господа нашего, у Марфы и Марии, сестры ее. 76. Если по любви своей скорбел все оживотворяющий, то успокоит ли кто любовь смертных? 77. Когда воскрешен был брат наш, сподобие нас, Господи наш, увидеть его там, в великой славе, радующемся во царстве и веселящемся посреди святых. 78. День смерти пресек стезю его, и крыла его не летят уже к нашим обителям. 79. Иисус наставник наш, он призрит на нас, его сила посетить наши обители. 79. Не забудь бедного раба твоего, благие Господи, и мне даруй награду за то, что восхвалял тебя. 80. Не отвратись от меня в тот день, когда настанет суд мой, чтобы не умолилась слава части праведных, к которым и я прибегал. 81. Воспламенятся щедроты того, кто дарует жизнь всему, и кости в гробах их приведет он в движение. 81. Жизнеподателен будет глаз трубы его, и звук ее отверзет в двери шоола. 82. Царство среди святых, да воспоет тебе хвалу скончавшийся Отец наш. 83. С ним и со святыми твоими, да сподобимся и мы вознести тебе подобающую хвалу. 84. Близок великий день Сына Господа всяческих, когда обновит Он всю тварь. 85. Молитесь о мне, чтобы сподобиться мне щедрот, когда подвергнулся исследованию все деяния мои. 85. Трепещу я, возлюбленные мои, сего, приводящего в ужас гласа. 86. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Эдем, возрадуется там со святыми. 85. Исповедание надежды воскресения. 86. Отхожу в путь и не страшусь, потому что зовет меня Господь. 87. Приди и увенчаю тебя. 87. Венец славы возлагает Он на главу мою и исполняет меня весельем. 88. Взявшие тебя от нас ангелы ведут тебя в Эдем, возносят в дар тому, кто сотворил тебя. Иди с миром. 89. Уготовь рабу твоему великой, исполненная благ сокровища, и с миром упокой дух его. 89. Труба звучит, раздался призывный глаз рога, пробуждаются мертвые и восстают из гробов своих. 89. Праведники на облаках летят во сретение нашему Господу, и с ним входят в исполненные радости и брачный чертог. 90. Тебе, блаженный, соплетен уже венец в Эдеме из цветов, вечно не увядающих во царстве. 90. Хвала животворящему глазу, который возгремел в Шаоле, и слышат его мертвые и восстают из гробов своих. 91. И меня, Господи, как скоро воззовет труба, сподобие воспеть Тебе достодожную хвалу в день воскресения. 91. Иди с миром. Возделенный плод, пожатый смертью. 92. Восретение Тебе исходит Авраам и приемлет Тебя. 93. Отверстие райской двери ожидает, чтобы Ты вошел, упокоился и блаженствовал вовек. 94. Хвалу Тебе, Господи, возносит вся тварь, потому что отсюда собираешь Ты прах Адамов. 96. На кончину наставника. 97. Хвала Тебе, Всевышний, не сшедший к дольним, вочеловечившийся и воскресший, чтобы Твоей плоти воскресить и наши тела. 97. Великую печаль причинил нам день кончины Твоей, Отец наш, и бесконечно прискорбен нам день разлучения с Тобою. 98. В каком пристанище будем искать Тебя, сокровищница нашей славы, венец главы нашей, искать Тебя, чье слово услаждало сонм наш? 99. И всяк прекрасный и чистый источник, который так приятно тек и наполнял сонм наш. 99. Светом озаряло нас учение Твое и веселило нас, подобно солнцу, которое светом своим озаряет вселенную. 99. А теперь сильно огорчает нас и самая любовь Твоя, с которой навидал Ты нас и преподавал нам доброе наставление. 99. На брак жизни призвал Ты нас и внушал нам уготовлять себе приличные сей вечере одежды. 99. Себе самым показывал Ты нам прекрасные образцы, в собственной своей непорочности давал нам славное оружие. 99. Блажен Ты теперь Отец наш, а мы в великой опасности. Кто даст нам подобного Тебе наше зеркало? 99. Не о том, скорбим, что упокоился Ты, но о том, что умолк глаз Твой, что удалился Ты, оставив нас, и теперь не с нами. 100. Кто умудрит нас, юных? Как уцеломудривал нас Ты уздой из страха и любви? 97. Плач обители о кончине клирика. 97. Призви на меня, потому что была я жилищем блаженного, и его присутствие украшало меня. Во мне раздавался звук цевницы его, и, внимая ей, утешалась я. 98. Да подастся мне врачество Твое, восставляющее печальных, исцеляющих болезни. 99. Не слышу боли и глаз охваления его, возвесели меня светом его. 99. Призви на меня сокровища утешения, потому что оставлено я блаженным, да возрадует меня мир Твой. 99. Вот и очи, и руки уверяют, что нет во мне блаженного, ради которого прославлял меня сон. 99. Вот ухо, слышавшее глаз его, свидетельствует, что нет его во мне. 99. Кто обвяжет рану мою? 99. Много возвеличил он меня, и он же много уничижил меня, потому что не стало уже его у меня. 99. Прихожу в ужас, и содрогаясь от страха, потому что оставил меня мир его. 99. Когда увидел я, что разлучается он со мной, в мучительную болезнь повергло меня то, что отнимается у меня слава моя. 99. Умолкли блаженные меня, присные, потому что не стало похвалы моей. 99. В день, который разлучил его со мной, и мир его оставил меня, и ушел с ним. 99. И в наследие мне остался плач. 98. Размышления при гробах. 100. Вопрошал я однажды правду, чей это здесь гроб? 100. Кто такой в нем положен? 100. Ничто не объясняет мне этого. 100. И правда, которую вопрошал я, дала мне такой ответ. 100. Славный царь погребен здесь. 100. Приди, посмотри, каково уничижение его. 100. Подли лежит нищий, и ничто не различает их. 100. Подошел я к дверям гроба, и сперва увидел нищего. 100. Глубоко опущен он там землю. 100. Обезображен череп его. 100. Обитый вокруг паутиной в прахе лежало тело его. 100. Незакрыто кожа и зубы. 100. Праха полны уста. 100. Обнаженные от плоти кости представляли только тление и прах. 100. Увидя нищего о таком глубоком уничижении, 100. Подумал я тогда. 100. Конечно, не унижен так обладатель народов. 100. Как здесь рассуждал я превознесен царь пред нищим, 100. Так и во гробе тело его славнее, нежели тело нищего. 100. Однако же, и его вместо горделивой славы покрывала мерзость. 100. И тело его лежало не на престоле величия, но во прахе. 100. От черепа его вместо всех благоуханий исходило одно зловоние, 100. И взамен всех пышных украшений только гной был в могиле. 100. Тогда вздохнул и сказал я, 100. Увы, как глубоко падает все величие! 100. Какое страшное уничижение ожидает всякую славу! 100. Царь ли кто или нищий, во гробе один из них не выше другого. 100. Поэтому, человек, не полагайся на богатство, оно останется здесь. 100. Не полагайся на то, что имеешь у себя. 100. Это не пойдет за тобою в Шеол. 100. Не полагайся, человек, на красоту свою, она истлевает во гробе. 100. Видел я, как аусный Шеол наполняется и всегда не полон. 100. Чем большее число мертвецов в него входит, тем обширнее делается его зев. 100. Несчетные тысячи лежат там и богатых, и бедных. 100. Бесчисленный сон мы видел и я, лежащих там, и они не смешаны друг с другом. 100. Тихо лежат они в могиле, нет у них ни глаз, ни чувства. 100. Никто не может восстать и освободиться вместе с другом своим. 100. И сильные не могут в Шеоле ничем возобладать. 100. И могучие и гордые не в состоянии там возвыситься перед другими. 100. Не могут там свастолюбцы предаваться удовольствием. 101. Тарастолюбивые занимаются приращением своего богатства. 101. И царь, и золото его лежат во гробе, и не доставляют пользы друг другу. 102. И богатые сокровища его лежат там, и один не пользуется другим. 102. Лежит во гробе грешник, и с ним неправда его соблюдаемая гиенни. 103. Лежит во гробе праведник, и с ним неправда его соблюдаемая гиенни. 104. И все страдания его, за которые ожидает его рай. 104. Лежит во гробе бедный, с ним милостыни его, и ожидает его царства. 105. Внимательно всматривался я в кости богатых и бедных. 105. Точно ли кости богатых красивее, нежели кости бедных? 105. Исчезла там красота прекрасных, исчезли пышность и слава. 10. И те, которые обликаемы были весом, там обнажены и черны, как уголь. 10. Совершенно обезображенными лежат измывавшие некогда весо свое. 11. Моли источены глаза, для которых не золели прежде прикрас. 11. Там лежат предававшиеся забавам, и обратились они в отвратительный гной. 12. Там лежат любившие великолепие, и стали как бы ничто. 12. Там лежат возлюбившие гордость, и ненавистен их вид. 13. Любившие первенствовать, не сповержены на лицо свое. 14. Друзья суетные учености, лишены ума, любители презренного богатства не имеют у себя и насущного хлеба. 15. Вместе лежат там враги, и смешаны кости их. 15. Победа Христова над смертью. 16. Мне подражайте несчастные, мне последуйте бедные, и не седуйте о том, что почиваете среди беспомощных пришельцев. 16. Пусть мне последуют гордые, которые превозносятся перед собратьями богатством. 17. Пусть на меня взирают прекрасные, которые смеялись наружности других. 17. У меня научитесь мудрости, бесстыдные презрители Божьей твари, от меня вразумитесь посмевавшиеся творческой премудрости. 18. Научитесь у меня благоразумие прекрасное, гордящиеся красотой и приходящую. 19. Бога, богато убранные юноши, вострепещите того ужаса, который меня привел в трепет. 20. День и ночь плачьте о себе, девы, потому что не знаете, как ужасна страна, где найдете себе обители. 21. Вся та страна ее страна мертвых, страшный мрак, блеститель ее сокровищ. 22. Властитель ее смерть каждый день как лев рыкает. 22. Связаны лежат там исполины, и червь точит тела их. 23. Немы уста мудрых их смрадные стали нечистотой в шооле. 24. Юноша и дев опирают смерть на стогных своих, каждый день непрестанно губя прелести прекрасных юношей и дев. 25. Смерть — это царь страны, служители ее убийцы. 26. Ни царь, ни служители его не знают милосердия. 27. Силы этого злобного царя полщища темных духов, губителей человеческого рода, каждый день на услугах они у смерти, 27. Которая восседает в своем чертоге, окруженной полщищем ликующих исполинов. 28. Преклоняет главу свою Адаму и делается добычей змеи. 29. Вопиет он скорби и болезни. 29. От скорби и болезни и нет помощи несчастному. 30. Исполины сыны Сифовы и Енохова, эти славные прекрасные исполины, не имевшие в себе недостатка, 30. Все употреблены смертью в шооле.